Украина должна опасаться ударов в спину от Европы этой зимой из-за того, что там боятся Путина. С таким заголовком 14 августа вышла статья в британской газете The Guardian. Президент США Джо Байден в мае назвал войну против Украины частью всеобщей борьбы между добром и злом. А стратегическая цель Запада, победа над Россией в Украине, была изложена американским президентом еще в марте и позже одобрена Британией и ЕС. Но спустя почти шесть месяцев войны разрыв между риторикой и реальностью растет. Общественное возмущение за вторжение в Украину и воинственные планы, идущие намного дальше украинских границ, могут лишь временно уступить место паническим настроениям на фоне роста ценной энергоресурсы, продукты питания и стоимости жизни, пишут британские журналисты. Политологи подчеркивают, это очередная манипуляция путинского режима. Напугать людей холодом и голодом, чтобы торговаться. Подыгрывая этой панике, можно заплатить куда большую цену, нежели в платежке за газ. На официальном уровне позиция всего Европейского Союза, как и подавляющего, я подчеркиваю, большинства стран Европейского Союза, она однозначно. Украину надо поддерживать, Украина должна победить в войне. Вот эти вот игры и шантаж со стороны России, которые они уже сейчас начали, эта паника, которую они пытаются разгонять, она в определенной мере действует против России. И у большинства граждан появляется четкое понимание, что надо какой-то определенный период времени перетерпеть, что несравнимо, конечно, с тем, что приходится терпеть украинцам, это тоже где-то понимают. Но отказаться от вот этой зависимости, от вот этой иголки газовой, на которой вся Европа практически сидела много лет. В Германии соцопросы показывают, что около 50% граждан выступают за территориальные уступки Украины перед Россией. В то же время 71% немцев считают, что их страна должна стать энергетически независимой от России, приводит статистику в Deutschlandtrend. Резкий разрыв между теми, кто ищет справедливости для Украины, и теми, кто желает мира, становится тенденцией во всей Европе. Этого и хочет Кремль. В интересах Германии, пишет аналитики Форрайн и Фейерс, добиться, чтобы война закончилась быстро и на максимально выгодных для Украины условиях. Более того, во времена неопределенности в ЕС у Германии есть все шансы обеспечить решающее лидерство. Думаю, что сейчас все поняли, что такое Путин, что политика возведения мостов с России потерпела поражение. Вопрос о ценах на газ очень важен для немецкого общества. Уровень жизни, благосостояние. Что может быть важнее? Однако на чашах весов сейчас находятся две вещи. Один евро надбавки за кубометр газа и похолодание в квартире на нескольких градусов. И человеческие жизни, существование государства, разрушенные города. Юрий Ермилко, генеральный консул Украины в Мюнхене, в интервью Deutsche Welle. Украина сейчас не просто субъект, а главный субъект на геополитической арене, считают политологи. А украинская дипломатия – один из основных игроков по укреплению консолидированной позиции Запада в отношении российской агрессии. Достаточно тяжело ломать вот эту, знаете, консервативность в негативном понимании, вот эту косность взглядов, которая есть у многих европейских государств, которые к России после 1991 года относились, скажем так, гораздо лучше, чем она того заслуживает. К шантажу прибегают только страны пари, которых отвергают в мире, подчеркивает министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Это говорит о состоянии отчаяния в России. Украинскому МИДу все чаще приходится напоминать мировой общественности, что война – это не только президент, но и россияне, которые поддерживают его планы и действия. Что газовая война, как говорит Кулеба, прямое продолжение уже развязанной агрессии. И лучшее решение – нанести ответный удар и избавиться от любой зависимости от России.